В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Идем на спад. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Награды для спортсменов. В Сарове отметили День физкультурника. Лучшие рыбаки региона. Саровчане стали победителями областного кубка половли на поплавную удочку. Далее расскажем обо всем подробно. Более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире. И 6 из них проходят клинические испытания. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрес Аданон Гебриесус. Гендиректор высказался за доступность будущей вакцины от коронавируса для населения планеты, подчеркнув, что следует рассматривать такую вакцину как общественное благо. К испытаниям своей вакцины Эпивак Корона приступил российский научный центр «Вектор», привитые добровольцы чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Как уточняется, привитые четверо добровольцев, пятые получат вакцину 8 августа. Еще через три дня ее получат следующие 9 человек. На втором этапе клинических исследований из 86 добровольцев 43 получат плацебо. А уже осенью другой вакциной, разработанной в научном центре имени Гамалея, планируют начать прививать медиков и учителей. Затем вакцину будут распространять на все взрослое население России. Между тем жизнь в стране возвращается в привычное русло. Власти Петербурга разрешили с 8 августа проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, работу парков и аттракционов под открытым небом. Посетители допускаются при соблюдении определенных требований. В частности, на территории парка нужно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Между посетителями и работниками парка, на кассе, стойке администратора и оператора, в местах хранения личных вещей посетителей, необходимо обеспечить соблюдение дистанции не менее полутора метров. В парке аттракционов могут одновременно находиться не более 50% посетителей от предельной заполняемости. Также снимается запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. Они могут проходить при условии обязательного использования средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции. По состоянию на 7 августа в России зарегистрировано более 877 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 5241 нового больного. Выздоровели 683,5 тысячи человек. Скончались 14725 россиян. 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области за минувшие сутки. По состоянию на 7 августа число пациентов с COVID-19 в регионе превысило 24,5 тысячи человек. Более 86% от общего числа заболевших выздоровели и выписаны. Из них за последние сутки 267. Нижегородская область по числу выздоровевших за сутки входит в пятерку лидеров в Российской Федерации. Свободный коечный фонд сейчас составляет 70%. Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться. Сейчас он равен 71 сотой. За сутки от COVID-19 умерло еще 2 нижегородца. Общее число летальных случаев Нижегородской области достигло 403. А тем временем Нижегородская область перешла на второй этап снятия ограничений. Ура! Дождались! Написал главарь Иоанна Глеб Никитин в своем инстаграм. Это значит, что салоны красоты могут принимать посетителей без системы видеоаналитики. Открываются бани, спа, все магазины и уличная торговля. Семь новых больных вывели в Сарове за сутки. Всего по состоянию на 7 августа в нашем городе зафиксировано 992 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 761 саровчанин. То есть еще 17 человек преодолели болезнь. Скончались за все время эпидемии 5 жителей города. Из тех, кто продолжает болеть, госпитализированы 23 человека. Из них 22 в клиническую больницу номер 50. Один в тяжелом состоянии. Еще одного тяжелобольного лечат в инфекционной больнице номер 2 Нижнего Новгорода. 133 человека, контактировавших с зараженными, находятся на домашнем карантине. За минувшие сутки лаборатории провели 323 исследования. Во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Это профессиональный праздник преподавателей физкультуры, тренеров и всех, кто имеет отношение к спорту и ведет здоровый образ жизни. Торжество проходит на официальном уровне в 40-й раз. Накануне праздника в Сарове наградили тех, кто не представляет своей жизни без физической активности и вовлекает занятия спортом детей и подростков. В этом году День физкультурника в Сарове, как и в прочем, и в регионе, праздновали не на стадионах и спортплощадках. С соблюдением мер безопасности гостей рассадили в актовом зале. Режим повышенной готовности диктует свои условия, поэтому всех собрать не удалось. Но теплые слова поздравления относились ко всем, кто занимается развитием спорта в городе. Большая вам благодарность за то, что вы работаете в этой сфере. И мы считаем, что у нас очень хорошая база. Значит, она обновилась, реконструировалась и продолжает реконструироваться. У нас очень хорошие окрестности, в плане леса, для занятий выжили и так далее. Поэтому в этом плане все в ваших руках. Особо отметили ветеранов, которые, несмотря на преклонный возраст, продолжают заниматься спортом и даже участвовать в соревнованиях. После завершения карьеры или педагогической деятельности они приходят в клуб ветеранов спорта «Феникс». Цель которого – не дать, как говорится, засохнуть нашим ветеранам, а чтобы они продолжали занятия, участвовали в соревнованиях и укрепляли свое здоровье. Ветеранов спорта, преподавателей, тренеров, сотрудников спортивных школ наградили почетными грамотами и благодарственными письмами от имени главы города и администрации Сарова. Все российские проверочные работы планируют провести с 14 сентября по 12 октября. Об этом говорится в письме Рособранадзора руководителям субъектов России. Таким образом, нужно проверить знания, которые школьники получили в период дистанционного обучения. Конкретный день проведения работ будет определять руководство каждой школы по своему усмотрению. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В клинической больнице номер 50 поделились долгожданной новостью. Во второй поликлинике снова можно пройти медицинский осмотр, в том числе для водительского удостоверения. Записаться и получить справки можно по телефону 95240 и 95519. Также доступна запись через портал пациента. Медицинские осмотры проводятся в условиях ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Напомним, с середины июля в первой поликлинике также возобновил свою работу дневной стационар. За направлением можно обратиться к лечащему врачу. Кроме стандартного предварительного обследования, необходимо сдать анализы на коронавирус. «Росатом» запустил еще один проект, приуроченный 75-летию атомной отрасли. Он называется «История одной фотографии». Всем желающим предлагают поделиться фотовоспоминанием о событии, которое произошло с сотрудниками атомной промышленности. К снимку нужно добавить короткое описание. Принять участие в акции можно в социальных сетях, выложив фото с хэштегом «Атомный альбом» до 31 августа. Каждый десятый автор получит в подарок памятную футболку, а лучшие работы попадут в специальный каталог, который издадут ко дню атомной промышленности 28 сентября. Более подробную информацию о проекте можно узнать на портале atomfoto.ru. Памптрек, который строят на лыжной базе, обретает финальное очертание. Горки уже заасфальтировали, и теперь осталось дождаться, когда покрытие затвердеет. Это займет несколько суток. Для справки, памптрек – это специальная велосипедная трасса, которая представляет собой закольцованную дорожку с коечками, ямами и контруклонами. Закончить работы строители планируют к концу августа. 5 августа скоропостижно скончился мэтр Саровской сцены Александр Баханович. Прощание с любимым артистом прошло возле театра днем 7 августа. В последний путь Александра Анатольевича провожали его семья, коллеги, друзья и поклонники его творчества. У многих наш театр ассоциировался именно с Александром Бахановичем, и его уход – невосполнимые утраты. Режиссер и ведущий телепередач для детей на канале 16, голос, радиоспектакли, руководитель Народного театра юного зрителя, комментатор хоккейных матчей, руководитель студенческой театральной студии «Мы» и просто талантливый артист. Александр Баханович был знаковой фигурой культурной жизни Сарова. Это замечательный человек. Азбука АБВГД буква Ч. Это человек с большой буквы Ч. Вы знаете, что это? Человек с большой буквы. Он, можно сказать, тоже вложил в меня, как в руководителя, в актрису, свои какие-то актерские способности и качества. Конечно, для театра это большая потеря, это актер с большой буквы. И, собственно, человек тоже хороший достаточно был, отзывчивый, добрый. Всегда мог помочь в какую-то трудную минуту. Мы лишились такого человека, голоса. Вот на реконструкциях 9 мая, я думаю, сложно будет кому-то заменить. И я вот от лица общества, Российского общества инвалидов, Саровского отделения, выражаю очень глубокое соболезнование и семье, и родственникам, и близким, и тем, кто знал. Это, конечно, очень большая выбрата. Всегда, когда ему позвонишь, попросишь помощи, или же просто поговорить, он всегда был рад помочь, всегда готов был отдать всего себя. Мы всегда его будем помнить, мы его очень любим, и мы гордимся тем, что в нашей жизни был такой человек, как Александр Анатольевич. Александр Баханович скончался на 67-м году жизни. До последнего времени артист продолжал выступать на сцене. Его знают по ролям в таких спектаклях, как «Алиса», «Укращение строптивой», «Выдевиль так не бывает» и другие. В труппе Саровского драматического театра актер работал с 1983 года. Канал 16 выражает соболезнования родным, близким и коллегам артиста. Еще весной эксперты предрекали рост цен на продукты в российских магазинах в среднем на 5-15%. Резкий скачок доллара и евро в конце марта должен был привести к обесцениванию рубля и, как следствие, повышению стоимости продуктов. Сбылись ли прогнозы экспертов? В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, заметили ли они рост цен на продукты с начала года. Подавляющее большинство, 85%, ответили, что да, заметили. Вариант «нет» выбрали почти 8%. Не смотрят на цены около 7% участников опроса. 8 августа отмечается Всемирный день кошек. Мало найдется на планете людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. Около 80% всех жителей Земли держат домашнего питомца, и более половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам. О кошках, которые еще только ждут своих будущих хозяев, расскажем в следующем репортаже. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. А у нас наоборот. Этот кот не перейдет вам дорогу. Он будет вас ласкать, лизать, играть с вами и мило тарахтеть на ушко. Рональд, так назвали волонтеры этого ласкового, игривого кота. В приемник он попал 3 месяца назад в очень истощенном состоянии. Женщина, у которой он жил, страдает деменцией, она просто забывала его кормить. Сейчас коту примерно 8 месяцев. За время пребывания в приемнике он поправился. Шерст колоснится. А энергия у него, как у новенького дизельного трактора. Рональд чистоплотен. В клетке у него всегда порядок. А его игривость и мурлыканье хватит на всю семью. Черный кот. Абсолютно черный. Пусть себе в этой жизни тоже повезет. Сейчас в приемнике и на передержке у волонтеров более 50 взрослых кошек и котят. Сотрудники говорят, что в августе сравчане всегда приносят много бездомных животных. Обычно котят из щенков, с дач и из подвалов. Бывает, что в приемник попадают уже взрослые кошки и собаки. Найти им новых хозяев сложнее. Если котята подкупают своей мимишностью и непосредственностью, то у взрослого животного сформировался характер. И это надо учитывать. Например, кошка Дуняша, в отличие от Рональда, ведет себя намного сдержаннее. Эта представительница кошачьих поражает своим изяществом и грациозностью. Сразу видно, что в ее родословной были породистые предки. Симметричные полоски на лапках и на спинке придутся по вкусу любому перфекционисту. Животных в приемнике много. Но это не значит, что сотрудники раздадут их первым встречным. Они их выходили, вылечили, вернули им веру в людей. Всемирный день кошек, который отмечается 8 августа, отличный повод завести домашнее животное. Но если вы захотите взять себе питомца из приемника, то будьте готовы к серьезному разговору с сотрудниками. Они должны быть уверены, что их подопечные обретут заботливых хозяев и не окажутся снова на улице. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Более 10 килограммов рыбы и первое место в командном зачете. Саровчане стали победителями областных соревнований по ловле на поплавочную удочку. Турнир проводился в Новашинском затоне. Конкуренция была серьезной, так что в личном зачете саровчанам повезло меньше. На второе место удалось подняться только Максиму Ведищеву. В областных соревнованиях по рыбной ловле в Новашинском затоне Максим Ведищев принимает участие второй раз. В прошлом году в личном зачете мужчина стал вторым, в этом – третьим. От победителя Максим отстал всего на два очка. По словам рыбака, поначалу он пытался ловить крупную рыбу, но спустя час понял, что ее в водоеме нет и перешел на мелкий улов. Те, кто уже тренировались, допустим, в клубах им близко до Новашина доехать на этого затона, они уже знали, что они будут ловить эту клейку, и у них уже скорость была выше. А мы уже потеряли упущенное время. Что смогли, то наверстали. В областных соревнованиях принял участие кандидат в мастера спорта по рыбной ловле Артем Шевков. В прошлом году рыбак стал вторым, а в этом не вошел даже в тройку призеров. В этот раз, да, меня подвел первый тур. Во втором туре я стал первый в своей зоне. Ну, как получилось. Традиционно после окончания личного первенства судьи взвесили пойманную участниками рыбу и распределили места в командном первенстве. Первыми стали соревнования. Общий вес составил больше 10 килограммов. Сыграла, скажем так, подготовка команды и, естественно, сумма очков. По очкам мы опережали второе место на 4 балла. Команды достаточно сильные, особенно, скажем так, пулебакские команды. Держинская команда тоже достаточно сильная, сыгранная. Но это, скажем так, был не самый высокий уровень соревнований. То есть, если ехать на Россию, то там уже команды очень серьезные. В соревнованиях приняло участие 33 рыбака из Навашина, Держинска, Кулебака и Сарова. По итогам соревнований всем участникам вручили памятные подарки. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.